Митинги против террора О трагедии в Петербурге жители Владивостока узнали 3 апреля после 10 вечера. Новости о ЧП в метрополитене тут же разлетелись по всем соцсетям. Чуть позже к прямым трансляциям с места событий подключились федеральные СМИ. Напомним, что взрыв произошел во вторник в 14.32 по московскому времени между станциями Синная площадь и Технологический институт. 14 человек погибли, 62 пострадали, 49 из них сейчас находятся в больнице. Когда только случился терапт, многие в Петербурге сразу же начали получать сообщения из других концов страны и даже из других стран, в том числе из Родного, Петербурга. Я бы хотела сказать, спасибо, что это было из Востока. Все мы близко, которые написали в этой деле. Соболезнования выражают все неравнодушные горожане. В социальных сетях даже на региональном уровне новости из Петербурга на первом месте. Сотни комментариев, сотни постов и на улице прохожие не остаются в стороне. Конечно, соболезнования. Конечно, это плохо. Это терроризм, вот этот вот срыв в метро. Это очень плохо, конечно. Сочувствую, переживаю за людей, которые там были. Сами причем ездим каждый день на электричках. Страшно сейчас. Это ужасно. Это ужасно не только для нашей страны, для всего мира. Это такое происходит. Вроде 21 век, демократия. Страшно, страшно. Недавние события на Астрахани тоже. То есть, я не знаю, как. Ну, страшно за жизни. В местах скопления, как бы ФСБ Росослава, по WhatsApp, то есть всем людям оно разошлось, а в местах скопления находиться страшно. Я должен встречать все эти, так сказать, пропускной режим, где общественный транспорт, автобус, метро, усилить контроль. Ну, что же это получается? Люди едут, погибают. Это же не дело. Срочное указание о проведении антитеррористических мер уже 4 апреля получили все сотрудники Железнодорожного вокзала Владивостока. Дополнительно усилены наряды полиции и нацгвардии. Обходы каждый час, дежурство круглосуточно. Оборудование досмотровое, которое, значит, установлено на территории вокзала, включает в себя первое – это рамки металлообнаружителей. Они очень чувствительные, и у них есть 33 порога обнаружения. Значит, второе – это багажные энтроскопы. Энтроскоп предназначен для проверки ручной клади пассажиров, которые они заносят в здание вокзала. И третье – рентгенотелевизионное оборудование. В случае обнаружения бесходного предмета на вокзале любой сотрудник обязан сообщить об этом полицейским. Точно так же, по идее, должны поступать и пассажиры. Тем не менее, зачастую многие проходят мимо и к подозрительному предмету относятся безразлично. Но порой только собственная бдительность может предостеречь от опасности. Вот это та самая станция, с которой ехал поезд. Сейчас здесь собираются люди в память о жертвах теракта. Также акции будут проходить еще и в других частях города. Валерий Белоуз, Дмитрий Сухоруков, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.